Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вчера я снимала видео, в котором я рассказывала, нужно ли формировать перец и что дает это формирование. И я говорила, что все огородники делятся на две группы. Кто-то формирует перец, а кто-то нет. Но если кто-то все-таки решил формировать перец, он должен знать, какие способы существуют и для чего каждый способ мы делаем. Потому что все наши действия, естественно, направлены на получение урожая. Кто-то хочет получить раньше, кто-то больше. Сегодня я вам расскажу, как формируем мы перец для того, чтобы получить ранний урожай. При этом, как я вчера уже говорила, будет меньшее количество плодов, меньше, но они будут крупнее и урожай будет раньше. Это самый простейший способ, который используют многие-многие-многие. Сейчас подскажу сначала на схеме, потом на живом растении. Для этого люди не дожидаются даже, когда появится первый цветок коронный, когда появится развилка. 20-30 сантиметров вырастает растение, безо всяких еще, без раздвоений, без всего. Прищипку делают и все. На этом, можно сказать, работа почти закончена. Тут же начинают быстро формироваться, вот отсюда есть пазух, пасынки. Из этих пасынков оставлять нужно, если для получения очень раннего урожая, 2 пасынка, самых верхних. Если вам это не очень важно, но все-таки, ну как рано, но не совсем, можно оставить и 3 пасынка. Но самый быстрый урожай вы оставите, чем меньше оставите пасынков, тем раньше у вас все это сформируется. Все дальнейшие, вот эти вот, все остальные, вернее, что остается вот на стволике, все убираем. Обрезаем листики, обрезаем пасынки, обрезаем листики пасынки. Весь стволик оголяется. Ну для чего это делается? Во-первых, для вентиляции, для того, чтобы не было различных грибковых заболеваний, соприкосновений с землей. Во-вторых, удобный полив. И, конечно, самое главное, все, что растение направило бы на образование новых пасынков, новых бутонов, новых цветов, вот этих листьев содержания, оно все направит теперь сюда. Но при этом способе оставляют минимальное количество плодов, не больше 15, а рекомендуют вообще 10 или 12, специалисты нам говорят в этой области, кто работает. И тогда урожай будет очень рано, и плоды будут соответствовать тем сортовым характеристикам, которые заявлены на пачке. Потому что, чем больше плодов, тем тоньше стенка, мельче плод. Как только сформирует ваш вот этот перец, сколько вам нужно, 15 или 12 плодов, вы вот здесь тоже делаете прищипку. Все. Короче говоря, при этом методе мы не даем расти и растению разветвляться, размножаться, не даем совсем. Вот это вот искусственное удаление всех лишних, те, которые могут потребовать от растения для образования вот этих плодов, листьев, цветов, вот это искусственное удаление, оно и дает нам эффект получения раннего урожая и укрупнения плодов. Если на растении рассматривать на живом, сейчас покажу, вот перец. Так, вот он. Но они уже большие, плохо входят в экран. Вот. Вот у нас перец. Я его сейчас смирила. Он у нас как раз, вот как раз 20-сантиметровая высота, длина вернее. Считаем листья у него. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вот уже начинается развилка. Тот, кто формирует вот таким способом, они не дожидаются этой развилки. Можно даже заранее, но можно дождаться вот эту всю макушку. Люди безжалостно убирают. Все. Теперь у нас получился перчик. Такой, как на моей вот этой вот картинке. Вот видите. Вот он. Перец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Перец с восьмью листьями. Подождите, как-то сделать подальше, что ли. Вот схема. Вот реальное живое растение. У него восемь листиков. Дальше мы ему не дадим вот здесь выпустить пасынки. Останется наверху два побега или три. Вот это все будет удаляться. Стволик будет голенький. И, естественно, он будет как пальмочка. Он будет внизу, голый ствол, а вверху вот эта вся растительность. И это позволит ему, вот так он будет выглядеть, потом взрослый. Вот здесь ничего не будет, а тут будет как такая крона. Это самый простой способ, потому что тут не нужно... Вот дальше я рассмотрю вот такие, которые высокорослые, вот эти вот перцы. Их там нужно отсортировать. Главный и второстепенный, главный и второстепенный, в два ствола вести. Это намного сложнее. А вот этот способ самый-самый простейший, я считаю. И даже начинающий огородник может его применить. Хотя бы попробуйте на двух кустиках. Я сразу скажу, что я не формирую вот этого, ничего я не делаю. Но я это не делаю просто из-за нехватки времени. Если бы у меня было время много, я все это знаю. Я все это когда-то делала, когда выращивала всего 10 кустов перца. Но я могу вам сказать, что урожай получается и с формированием, и без формирования. Никакой особой разницы я не вижу. Если хочется позаниматься, хочется как-то научиться всем этим премудростям огородничества, пожалуйста, сформируйте. Два куста сформируйте так, потом два куста, особенно высокорослые. Их так ни в коем случае нельзя, забыла предупредить. Если у вас перец высокорослый и, например, там метр двадцать, даже метр сорок есть, и на пачке написано, что формируем два ствола, вот этот метод применять ни в коем случае нельзя. Этот, пожалуйста, на среднерослых, на ранних, на каких-то там... Опять же, нельзя вот этот метод применять на карликовых и на всех низкорослых, которые 20-30 сантиметров. На всех сортах, которые букетный тип завязи, у которых вверху образуются вот здесь, потому что, если вы прищепнете, вы вообще нарушите все плодообразование. Это тоже, еще раз повторю, нужно все рассматривать по сортам. И если сорт подходящий, то можете вот таким способом сформировать несколько кустов, а несколько оставить без формирования. И вы посмотрите, какой метод лучше. Если у вас есть свободное время, может быть, вы все перцы будете формировать. Но еще раз хочу успокоить тех начинающих, кто работает, у кого нет свободного времени. Перец можно и вообще не формировать. Его много лет назад, когда он только приехал в нашу страну, никто и не задумывался о формировании. Насколько я помню, мама садила и выращивала просто так, как я называю, дикими. У меня тоже перцы растут дикими. Ничто у них не отщипываю, не прищипываю. И получаю такой же урожай. Урожай не намного отличается. Так что, если кто-то не может освоить вот эту формировку, формирование перцев или нет времени, можно обойтись и без этого. Но это все равно все интересно, увлекательно. Попробовать стоит, поэкспериментировать, делать сравнения. Я в этом году специально для вас сделаю несколько кустиков с формированием, а несколько дикими. Вы посмотрите, и мы увидим, какая разница. Есть ли она и стоит ли вообще вот это все делать, если перец растет. Итак, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это самый простой способ формирования для получения раннего урожая, для укропнения плодов. Это искусственное удаление всего лишнего. Оставляем минимальное количество плодов и все убираем. До свидания.